На этот вопрос могут ответить. Что такое социализм? Да, не разве коммунизм. То есть коммунизм в первой фазе, то есть такой коммунизм, который вышел из старого строя и во всех отношениях в экономическом, нравственном и умственном несёт отпечаток этого строя. Раз это коммунизм с отпечатками старого строя, значит это коммунизм с отрицанием, правда? Значит, какое противоречие характерно для всей низшей фазы коммунизма? Противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Можно считать, что это основное противоречие или самое общее противоречие, которое должно разрешиться в течение низшей фазы коммунизма. В чём выражается в производстве, да, прежде чем как оно разрешается? Оно разрешается по линии или по линии разрастания этих родимых пятен капитализма, или по линии их изживания, по линии усиления коммунистической природы социализма. Значит, поэтому разрешение этого противоречия по линии развития социализма в полный коммунизм возможно только по линии усиления борьбы за перерастание социализма в полный коммунизм, по линии развития коммунистической природы социализма. А в чём проявляет себя коммунистическая природа социализма в производстве? Коммунис означает общий. Значит, коммунистическая природа социализма проявляет себя в том, что производство носит непосредственно общественный характер. Непосредством обмена, а непосредственно труд выступает как общественный труд. Что значит непосредственно? Путём кооперации. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Непосредственно общественное производство. А в чём проявляет себя отрицание коммунистической природы социализма, связанное с выхождением из капитализма? Оно проявляет себя в отрицании непосредственно общественной природы. Социалистического производства. Как назвать это отрицание? Вот назвать её можно так – товарность. Имея в виду, что другого-то производства нет. Производство непосредственно общественное. Но в самом производстве есть момент отрицательный, который сродни тому, что имеет место в товарном хозяйстве. А именно, имеются такие люди или такие предприятия в рамках общего социалистического производства, которые не действуют в интересах общества, а рассматривают удовлетворение интересов общества как средство для удовлетворения своих особых интересов. Интересов отдельного предприятия или интересов отдельных работников. Товарность. Поэтому можно сказать, что противоречие между коммунистической природой, социализмом и отрицанием, связанным с выхождением из капитализма, проявляет себя прежде всего в производстве как противоречие между непосредственно общественным характером про социалистического производства и товарностью. На вопрос о том, товарное ли производство при социализме, мы даём отрицательный ответ. А на вопрос о том, изжиты ли следы товарности, тоже даём отрицательный ответ. Не изжитый. И поэтому весь процесс дальнейшего движения состоит, движение производства, выживание момента товарности в развитии коммунистической непосредственно общественной природы социалистического производства. А при каком условии будет изживаться момент товарности при условии, если будет неуклонно соблюдаться принцип производства приоритета общественных экономических интересов? Приоритета общественных экономических интересов. Приоритет – это первенство. В первую очередь, обеспечить общественные интересы, тогда будут удовлетворены интересы всех членов общества. А если то или иное предприятие, то или иное работник удовлетворит, в первую очередь, свои интересы, это может привести к ущемлению как раз интересов всех членов общества. А в чём, что такое общественные интересы? Ведь при социализме в первой фазе коммунизма классы полностью ещё не уничтожены, социализм есть уничтожение классов, и, следовательно, классы, как уничтожающиеся, ещё есть. А что значит общественные интересы? Интересы, в случае, если есть социальное неравенство, носят классовый характер общественный и являются интересами того класса, который наиболее полно и последовательно заинтересован в движении вперёд, в переходе к полному коммунизму. Вот таким классом, который бы заинтересован был в полном уничтожении классов, наиболее полно, является рабочий класс. Следовательно, принцип приоритета общественных интересов может выступать как принцип приоритета интересов рабочего класса, и поэтому рабочий класс является на всём пути до полного уничтожения классов субъектом управления социалистическим производством и социалистическим обществом. Рабочий класс как субъект. И поскольку есть субъект, и это управление обществом должно быть планомерным, сознательным, а не стихийным, поскольку речь идёт о планомерной кооперации, или о кооперации это и есть планомерная форма труда, при которой много лиц работает в одном или связанных между собой процессах производства, можно сформулировать третье противоречие, в которое проявляет себя при социализме и через разрешение которого осуществляется движение социализма к полному коммунизму. Это противоречие между планомерным характером социалистического производства, управлением которым осуществляет рабочий класс, и отрицанием планомерности. А что является отрицанием планомерности? Стихийность. Стихийность имеет два параметра или два измерения. Во-первых, стихийность связана с тем, что никогда полностью вы не познаете, тем более в ограниченные сроки, то, чем вы собираетесь управлять. Поэтому есть стихийность, которая не зависит от классовой структуры общества, а носит характер, можно сказать, нанотеологический. А другое дело, что всякое разночтение, всякое несовпадение интересов подрывает планомерность. Если планомерность должна осуществляться в общественных интересах, то есть в данном случае в интересах рабочего класса, то, следовательно, представители других слоев и классов, раз. А во-вторых, отдельные представители рабочего класса, исходя из приоритета своих каких-то особых или личных интересов, подрывают планомерность. Следовательно, борьба должна осуществляться по принципу разрешения этого противоречия между планомерным характером социалистического производства и стихийностью, должна осуществляться по линии развития планомерности в интересах рабочего класса. А раз в интересах рабочего класса, то для этого необходимо, для обеспечения приоритета интересов рабочего класса, необходимо использовать государство рабочего класса. Поэтому разрешается, и это противоречие с помощью государственной системы управления производством. С помощью системы управления производством, которую, собственно говоря, осуществляет рабочий класс. Рассмотрим теперь саму систему государственного управления экономикой. Сама система государственного управления экономикой, я думаю, вы не удивитесь, если сделаете вывод, что она тоже противоречива. Правильно? Почему она противоречива? Ну, потому что в самом государстве есть люди, которые имеют положение, я имею в виду в системе государственного управления, государственные чиновники имеют положение, которое не совпадает с положением рабочего класса в производстве, и поэтому они имеют интересы, отличные от интересов рабочего класса. Если одной направленности, той же направленности, то не столь интенсивной, или другой направленности, нежели интересы рабочего класса. В силу этого необходимо в самом государственном управлении возникает противоречие между социалистическим характером системы государственного планового централизованного управления и мелкобуржуазными попытками осуществлять интересы не государственных интересов, а интересах других. Всякий приоритет других интересов противоречит осуществлению интересов государства рабочего класса, государственных интересов. В каких формах это себя проявляет? И это проявляет себя в форме бюрократизма, карьеризма, ведомственности, местничества. Что такое бюрократизм? Когда фактическое осуществление интересов заменяется бумажной, так сказать, работой, бумажными процедурами, а дело на самом деле не сдвигается с места. Когда человек, находящийся в государственном аппарате, обеими руками держится за кресло, и он, естественно, вам ничем не может помочь, у него все руки заняты. Карьеризм. Когда главной задачей чиновник ставит не осуществление целей, которые перед ним стоят, а перемещение на более высокую ступеньку государственной иерархии, и у него тоже руки заняты. И одной рукой он держится за это кресло, а следующей рукой, другой, он уже ухватился за более высокое кресло. И он тоже вам никак не может помочь, если вы к нему обращаетесь. Есть местничество, когда интересы той или иной местности заслоняют интересы государственные. Есть ведомственность, когда человек больше думает об интересах ведомства и не подчиняет интересы ведомства своего, где он, так сказать, получает зарплату, интересам общества в целом, интересам рабочего класса. Как это противоречие? Вроде бы мы государственное управление рассматриваем как средство разрешения, рассмотренных ранее противоречий. А вот это противоречие не может быть разрешено в рамках самой системы государственного управления. Для того, чтобы его разрешить, нужно использовать тот рецепт, который в своё время Ленин провозгласил в своей книге «Государство и революция». Все на время должны превращаться в бюрократов, чтобы никто не мог стать бюрократом. То есть все должны участвовать в государственном управлении, тем самым ликвидировать монополию на управленческий труд. А как только вы ликвидируете монополию на управленческий труд и поставите управленцу под контроль тех, кем они управляют, будет изживаться и бюрократизм, и креоризм, и ведомственность, и местничество. И надо сказать, что такого рода работа у нас и социалистическое совместительство, и шефство рабочих над учреждениями в 30-е годы осуществлялись. Потом они как-то так, вот эти начинания сошли на нет, и это, конечно, затем проявило себя отрицательным образом. В связи с этим надо отметить, что в программе РКПБ, принятой восьмым съездом РКПБ в 1919 году и составленной Лениным, было написано «В дальнейшем при общем увеличении производительности труда сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством 2 часа без особого вознаграждения уделить обучению военному профессиональному искусству и технике государственного управления, практическому обучению государственному управлению». То есть вот предполагалась эта линия развития. Что это предполагает? Это предполагает, а, сокращение рабочего дня, и, б, именно дня. Некоторые трактуют это так, что, действительно, давайте сократим рабочую неделю. У нас некоторые профсоюзы добились того, что они, например, профсоюз Докеров, что они работают по 12 часов, и поэтому у них рабочих дней в неделе меньше стало. Скажем, не 5, а 4. Можно сделать и уложить это и в 3 дня, рабочую неделю. Вообще-то можно и в 2 дня. Правда? То есть 24 часа, если у вас рабочая неделя по 8 часов, 32, то 2 суток – это 48 часов. То есть можно в 48 часов уложить 32 часа, а остальные дни отдыхать. Но, как показывает историческая практика, тот, кто пошёл по этому пути, он пошёл по пути, собственно, неучастия в общественных делах, потому что, когда он на работе, он не может заниматься ни профсоюзной деятельностью, ни чем другим, он всё время занят в производственном процессе. А когда он уехал домой, начинается, так сказать, пьянство, и, так сказать, его обратно уже на общественные мероприятия не выложишь. Поэтому профсоюзная работа деградирует, партийная, а без сознательного своего авангарда и без профсоюзов рабочий класс вот эту работу по контролю организовать не может. В связи с этим особо важным представляется вот то обстоятельство, что вся законодательная власть должна быть построена по принципу Советов, такой, какой она была у нас в России до 1936 года. В чём смысл Советов? Что избираются депутаты прямо от трудовых коллективов. Не выдвигаются, как у нас продолжалось 1936 года, а избираются. А если избираются, то, следовательно, их можно отозвать любой день, в любой момент. Если, скажем, вот мы выдвигали товарища на конференции нашего предприятия вот сегодня, завтра по каким-то причинам у него там что-то стало плохо со здоровьем, или он устал, или он недостаточно энергично действует, мы его отзываем без всяких последствий. Ну, поработал человек, и хватит, вот направляем другого. А что касается органа, скажем, городской Совет Ленинграда, то для членов этого органа какая разница? Пришёл представитель Кировского завода. Правда? Вот, скажем, до 1936 года как раз четыре депутата были из Кировского завода в городском совете. Если обеспечить таким образом вот строительство этой советской власти доверху, то есть так, как и было при Ленине, избираются потом городские областные советы, избирают съезд советов, делегатов на съезд советов, то, значит, делегатами на съезд советов могут быть те депутаты, которые избраны трудовых коллективов. Следовательно, если, скажем, нужно кого-то отозвать со съезда советов и направить другого, в этом нет проблемы. Правильно? Собирается конференция, и открытым голосованием решается вопрос об отзыве депутата и направлении другого вместо него. А вот уже съезд советов решает вопрос формирования высших органов власти, вернее, исполнительных органов власти, потому что высшим органом власти является съезд советов, то есть правительство, ну и всех тех структур, которые назначаются. Однозначаются, что они могут и специалистов, совсем не обязательно представителей предприятий, хотя избрание по трудовым коллективам вовсе не означает, что надо выбирать только членов этого трудового коллектива. Другое дело, что человек, который попадает в законодательный орган, в орган законодательной власти, должен быть уполномочен каким-то трудовым коллективом. Если вы не имеете авторитета ни в одном трудовом коллективе, вы не можете быть в органах власти. Если вы никак не связали как специалист себя, свою судьбу с трудящимися, с трудовыми коллективами, то тем самым и не может такой человек быть в органах законодательной власти, а в исполнительных, пожалуйста, если его назначат за соответствующую плату, он должен эту работу делать добросовестно, его будут проверять. Надо сказать, что вот такая система у нас просуществовала до 1936 года в Советском Союзе. С 1936 года, видимо, в силу того, что товарищи не очень разобрались в сути советской системы, которую Ленин называл организационной формой диктатуры пролетариата, особенно в связи с тем, что в программе это партии, никто из программ партии, которая у нас просуществовала до 1961 года, не выбрасывал положение о том, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а производственная единица завод-фабрика. То есть, можно сказать, что партия в лице своего руководства и рядовых членов нарушила программное положение, не выполнила его и, по сути дела, отошла от советской формы устройства власти и перешла, по сути дела, на парламентскую систему представительства. А парламентская система характерна для какого общества? Для буржуазного, которое, собственно, не заставило себя ждать. Вот это некоторый исторический урок, который надо иметь в виду, имея в виду, что противоречия социализма требуют соответствующей специфической формы их разрешения. А раз есть противоречия, значит, наряду с позитивными тенденциями, которые мы могли бы обозначить так, что есть тенденция к усилению коммунистической природы социализма. А есть противоположная. Есть тенденция к ослаблению коммунистической природы социализма в движении успеть. Есть тенденция к усилению непосредственно общественного характера социалистического производства. А есть тенденция противоположная к ослаблению непосредственно общественного характера производства и усилению товарности. Есть тенденция к подчинению производству интересам рабочего класса, как общественным. А есть тенденции к тому, чтобы ущемлять и на первое место выдвигать иные интересы, а не интересы рабочего класса. И это проявляет себя во всей этой системе управления, поскольку машина идёт не туда, куда её направляет. И есть тенденции к развитию социалистической системы государственного управления и в то же время есть тенденция к тому, чтобы развивались карьеризм и бюрократизм и ведомственность и местничество. Ну, а коррупции, которая сейчас есть, я просто не говорю, потому что, скажем, в советское время коррупции просто не было. В том виде, чтобы это было взяточничество, тем более, что взяточников однозначно ждал расстрел. Я думаю, что вот такая проблема в КНР с тем, что даже и расстрел не останавливает коррупцию, она связана с тем, что в КНР, во-первых, находится переходный период, и не совсем ясно, куда переход идёт. Потому что переходный период – это становление социализма. Становление социализма содержит две тенденции. Тенденцию возникновения коммунизма и тенденцию возвращения в капитализм. Поэтому, я думаю, что это, так сказать, не пример и не для образец, для социализма. Мы сейчас говорим о противоречиях построенного социализма. Не о переходном периоде, где идёт борьба по принципу кто кого между противоположными классами. Здесь вроде никаких противоположных классов нет. Рабочий класс колхозного крестьянства не противоположен по своему положению. И интеллигенции не противоположны. Более того, рабочий класс выражает интересы и крестьянства колхозного, и интеллигенции, потому что он не может улучшить своё положение, не улучшив положение этих классов и слоёв. Но эти классы и слои таким свойством не обладают. То есть, не обладает таким свойством, скажем, крестьянства, что он не может улучшить своё положение, не улучшая положение рабочих. Почему? Можно взять, повышать цены на продовольствие, и жизнь колхозного крестьянства будет увеличиваться без того, чтобы улучшать жизнь рабочих. Можно с народа брать больше денег и перекачивать в карманы интеллигентов, таких, как я. И от этого жизнь интеллигентов, конечно, улучшится, но это не значит, что улучшится жизнь всех членов общества. Вот это тоже надо иметь в виду. Надо иметь в виду, что диктатура пролетариата – это такое качество социализма, качество, которое обладает тем, чем обладает качество. Качество – это определённость, неотделимая от бытия. То есть попытки отделить диктатуру пролетариата от социализма означает его уничтожение, что и произошло в СССР в 1961 году. Не может быть социализма без диктатуры пролетариата. Без диктатуры пролетариата может быть только переходный период от социализма к капитализму, который не заставил себя ждать. И у нас он начался в 1961 году и привёл к реставрации капитализма в России и к разрушению Советского Союза. Правда, сейчас говорят о неком развале. Это, конечно, тоже один из приёмов в идеологической борьбе. Советский Союз не развалился. Его уничтожали среднонаправленно извне и изнутри очень долго, а именно 30 лет. с 1961 по 1991 год. А строился социализм в России, в СССР всего 18 лет, с 1917 по 1936. Вот как может это выглядеть, если мы рассматриваем диалектику социализма. Сейчас я скажу ещё. Значит, есть такая книга на сайте московского отделения Фонда рабочей академии. Она называется «Диалектика капитализма и социализма». Авторы Смирнов, Игорь Константинович и я, Попов Михаил Васильевич. Я её вам рекомендую вот по этой теме, по этим двум занятиям, двум лекциям, которые я сегодня провёл. Понятно, что двухчасовые лекции, они очень краткими являются по необходимости, но в них в то же время есть и та польза, что они позволяют за короткий период охватить тот круг проблем, которые в связи с этим встают. Пожалуйста. А что с 1936 по 1961 год? А? С 1936 по 1961, как в характере 2029. С 1936 по 1961 год. Я бы сказал, почему по 1961, вы считаете? Да, до этого был социализм. А социализм у нас был не с 1936. Ну да, с 1936 по 1961 год. То есть он уже был построен, да? Он был построен тогда, когда у нас собственность стала общественной. Когда собственность стала общественной? Это вопрос, как бы вы могли бы не задавать, задать себе вопрос, когда собственность в Советском Союзе стала общественной и в городе, и на селе? Нет, вы просто сказали, что она... Она общественной стала в середине 30-х годов. Закончилась коллективизация, закончилась революция в деревне, а революция в городе прошла ещё раньше. У нас с 1928 года уже пошла первая пятилетка. Правильно? В промышленности. – То есть к концу 30-х годов закончился переходный период в городе, а в деревне переходный период завершился к середине 30-х годов. Значит, в середине 30-х годов у нас в социализм. То есть коммунизм в первой фазе. Коммунизм означает общественная собственность, значит коммунизм. Ничего другого слово «коммунизм» не означает. Слово под meditate на общественной собственности. Что же касается всяких других соображений по поводу того, что такое коммунизм, вроде того, что там блага польются полным потоком, но они польются по мере того, как трудятся люди. Как трудятся, так и льются. Ясное дело, что блага ниоткуда не льются, с неба не падают. Это не манна небесная. Или, если, скажем, судить по характеру распределения, тоже можно сказать, что на первое место распределение вышло распределение по общественным фондам. У нас товарищ, мой коллега Галков Виктор Иванович подсчитал, что если посчитать в нынешних ценах все то, что брание было бесплатным, а теперь является платным, а именно жилье, это самая крупная статья расходов, жилье, второе – это медицина, и третье – это образование, то получается 56% всех доходов. 56%. То есть при социализме у нас в Советском Союзе 56% распределялось по потребности, а другие, так сказать, в форме, по потребности, но в денежной форме. Например, скажем, вы картошку, конечно, можете считать, что она распределялась по труду, но при цене картошки 10 копеек за килограмм, считайте, что она по потребности. И ездили на транспорте тоже по потребности, потому что при цене на 3 копейки за трамвай, 5 копеек за автобус, и 4 копейки за троллейбус, и 5 копеек за метро, конечно, люди пользовались транспортом по потребности. И такой вот ситуации, чтобы человек сел на электричку, и с него такие вот суммы денег сразу сняли за проезд за город, такого, конечно, не было в условиях социализма. Можно сказать, что, скажем, такие блага, как горячая вода, которая тоже, между прочим, и холодная вода, которые, посмотрите, в Европе там у них раковины с пробками, как они её экономят в силу дороговизны. И сейчас везде наставили счётчики, хотя у нас воды, особенно в Ленинграде, когда рядом с Ладожским озером столько, что, как говорится, уж в этом нет никакой необходимости. Это только растрата общественного труда на это дело. Потому что люди вместо того, что работать на заводах и создавать то, что поднимает вообще уровень страны, они вместо этого бегают и привинчивают краники всякие к трубам. И занят этим много-много человек. Посчитайте, что у нас, скажем, если у нас в Ленинграде 5 миллионов человек, то, значит, 5 миллионов семей. Значит, 5 миллионов должно быть приходов, только чтобы поставить один счётчик на воду. А ещё можно на электричество, а ещё можно на газ, а ещё на каждой стояке по счётчику и так далее. Я ответил вам на вопрос, да? Вот. Ну, а вы, я думаю, с интересом прочитаете. Значит, Игорь Константинович Семернов, заслуженный деятель науки, первый автор. Он уже спокойный. Вот мы с ним 5 лет изучали науку логики Гегеля. После этого он издал книгу под названием «Экономический закон движения капитализма в капитале Карла Маркса». А я издал книгу «Планомерное разрешение противоречий социализма» как первой фазы коммунизма, которая была опубликована в издательстве Ленинградского университета в 1986 году. Вот так что вот это вот тоже интересно. И это вам. Ну и вот необходимость в таких цельных работах, она, конечно, очень велика. Это необходимость, потому что иначе частные вопросы, частные вопросы трудно усвоить, охватить, если вы не берёте систему в целом. Так, ещё есть вопросы ко мне? Значит, наши действия. Значит, на этом мы сегодня тогда закончим. А в следующий раз, 11 числа, вы приготовить можете, должны и желательно, чтобы вы приготовили всякие вопросы, самые разные, потому что мы будем в таком положении, когда я буду отвечать, а вы мне задаёте вопросы, и мы будем на эти вопросы отвечать столько, сколько надо, пока не разберёмся во всех, так сказать, непонятных вопросах. Как будет проходить экзамен, вы уже знаете. Значит, вы выбираете сами все вопросы из списка, два. Пишите себе. Но я потом, когда вы приходите ко мне, начинаю придираться. Вот сегодня ко мне уже заход один был, я уже начал придираться, хотя у нас это было неформальный, так сказать. Никакой ещё сдачи не было. Придираться в том смысле, что вот написано, производственная сила, такого нету понятия экономического, из производительной силы. Или, скажем, есть какие-то ошибки, в том числе орфографические. Ну, вы же делаете, так сказать, в государственном университете, государственный, у вас итоговый, итоговый какой-то этап, экзамен. Поэтому на экзамене нужно и по форме, и по содержанию показать, что вы знаете материал. Тем более, что вы выбрали сами. Это ваш любимый. А что-то раз нелюбимыми спрашивается. Поэтому некоторые считают, что вот я слишком мягко в этом смысле ставлю вопрос. Я не мягко ставлю вопрос. Если я вижу, что там есть какие-то огрехи, я начинаю сплашивать по всяким другим вопросам. Естественно, на экзамене может быть задан вопрос по любому, по любой теме, которая имеется в курсе. Человек должен изучить всё, а представить в качестве первичного для начала разговора. Ну и от этого зависит сам дальнейший ход разговора. Либо привлечь, так сказать, экзаменатора тем, что он разработал эту тему достаточно хорошо и блестяще представил. Поэтому, в общем, есть все основания считать, что он и в других вопросах также разбирается. Или наоборот, по этому кусочку видно, что он в этом вопросе не разбирается, который самый любимый. Ну тогда в нелюбимых он ещё больше не разбирается. И тогда у нас пошёл процесс обратный. Вот, раскапывание того, о чём ещё человек не разбирается. Хотя на экзамене я всем возможность подумать над тем, что они сказали. Буду давать не сразу. Вот вы сделали неправильный ход. Я вам говорю, на двери я никому не указываю. Я предлагаю сесть, посидеть и подумать над этими вопросами ещё. Над теми вопросами, правильно ли вы так вот думаете. Потому что человек, если разные люди, один человек сразу усваивает, другой вспоминает, третий, так сказать, должен подумать ещё. Ну и из этого не следует, что тот, кто сразу сказал тот, вот, и тут обязательно молодец. Всё зависит от того, как у кого устроен мозг. Я думаю, мы это должны все понимать. Настрой должен быть не на то, что вы быстро сдадите, а то, что вы сдадите хорошо. Вот такая задача. А лучше на отлично, конечно. Вообще историки всегда сдавали в основном на отлично. Я скажу вам честно, по опыту предшествующих лет, поскольку это вот курс, который, конечно, нужен для того, чтобы оживить весь тот конкретный материал, который даёт такое, скажем, мозаичную такую структуру, и её нужно видеть, как всё это воплощается в единый исторический процесс. Единый исторический процесс без диалектических категорий представить невозможно, и без знания таких вот важнейших категорий, которые мы в этом курсе изучали. А мы все такие основные категории, какие нужно брать, мы все рассмотрели. Есть ещё вопросы? Ну что ж, тогда спасибо за внимание. Всего вам самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!